В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе Аула Кашхабли прошло открытое первенство Кашхабльской детско-юношеской спортивной школы по боксу, в котором приняло участие 89 спортсменов из Адыгеи и Краснодарского края. С приветственным словом выступили директор Кашхабльской ДЮС США Беслан Дохов и председатель управления Федерации бокса Аскарби Сиюхов. Они пожелали юным боксерам больших спортивных успехов и несгибаемой воли в стремлении становиться лучше. Мы, Кашхабль, впервые проводим такое первенство, у нас такого года не было, с таким количеством участников. Нам очень приятно, что приехали к нам в гости, ответили на наше приглашение. Что хочется вам пожелать? Удачи, красивых поединков, здоровья. Пусть победит сильнейший. Единственное пожелание, чтобы из стран все закончилось. Спасибо. Поздравляю вас с открытием сегодняшнего первенства. Желаю всем удачных боев и побед. Ничто без транса. И что расстается сегодняшний век, я хочу сказать, что хоть и первый раз проводится, но мы знаем, что у Кашхабльского района есть серьезные традиции бокса, которые начинались на тыкву. Мы истинно надеемся, что эти традиции будут развиваться, что эти соревнования будут все больше, краше, и победители из Кашхабльского района будут на самом высоком уровне. Что вам от всей души желают. Всем хорошего бояра. Спасибо. Уважаемые ребята, боксеры, уважаемые гости. Да, сегодня уже говорилось о том, что впервые за сколько времени в Кашхабльском районе, именно в ауле Кашхабль, сегодня открылось первенство Кашхабля по боксу, открытое первенство, где, ребята, вы покажете свои навыки, а также свое умение владения боксом на ринге и докажете о том, что вы одни из лучших. Про Кашхабльский район я хочу сказать давно. Я тренирую уже давно рядом, значит, ваш сосед, Геогинский район. Мы проводим также соревнования в Геогинском районе. И что я хочу сказать, что ваши, Кашхабльские ребята, начиная с Матыбла, как говорилось, Корбея Руслана Вичинского, из Кашхабля, приезжали и у нас, участвовали в соревнованиях, и при этом показывали хорошие результаты. Ребята также участвовали в различных соревнованиях и уровнях. Это ЮФО и первенство России. Также я хочу сказать слова благодарности первому тренеру, это Казбеку Батембиеву. Он должен сегодня подъехать, посмотреть. Это тоже один из лучших боксеров был в свое время. И он основал бокс и участвовал во многих соревнованиях. Ребята, я вам желаю в первую очередь дальнейшего вашего участия именно в этом виде спорта. Занимайтесь, показывайте лучшие виды спорта. Благодаря Астеру Руслановичу сегодня Федерация бокса вышла на новый уровень, на ступень нового уровня. Все больше и больше ребят занимаются боксом. Открыты филиалы почти во всех населенных пунктах Республики Адыгея. И я надеюсь, что мы будем большой силой, покажем хорошие результаты в дальнейшем, не только в нашей республике, но и на первенство России и на первенстве Европы. Большое-большое вам спасибо, ребята, за все. Занимайтесь, занимайтесь. И покажите сегодня лучшие результаты именно на этом ринге в Ауле Кашихава. Удачи вам большое. Более 80 участников отстаивали право первенства в своих возрастных и весовых категориях. В таком серьезном спортивном мероприятии ребята выступили успешно, несмотря на то, что для некоторых из них это было первое испытание такого уровня. Боксеры продолжили восхождение к своим спортивным вершинам. Доказательством этого служили ряд побед в очередных соревнованиях. Это, несомненно, говорит о достойном выступлении наших ребят и о большой работе тренеров. Кому-то из участников открытое первенство по боксу принесло новые победы. Для других участие в нем оказалось менее удачным. Но всех соревнований сделали сильнее и, наверное, это самое главное. По итогам жюри определились победители и призеры первенства в 10 весовых категориях. Чемпионы были награждены кубками, медалями и грамотами. В этот же день в спорткомплексе борьбы с самбо и дзюдо состоялось открытое первенство Кашхабинской дю США по борьбе дзюдо среди юношей 2008-2012 годов рождения. В соревновании приняло участие более 160 спортсменов из Республики Адыгея и Краснодарского края. Схватки проходили на двух коврах в 14 весовых категориях. Несмотря на то, что в спортивном состязании участвовали ребята младшего возраста, соревнование получилось очень зрелищным с множеством красивых бросков. Победители и призеры были награждены медалями и грамотами.